Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Мистер Молния. Вам очень понравилось видео там, где я делал обзор на два моих очень упоротых мода. Поэтому я сделал нормальный мод, и сегодня у нас будет обзор на него. Ну что ж, а мы начинаем! Ну что ж, а мы начинаем обзор нашего мода. Итак, он называется Magic Grass, что перевозится как магическая трава. Мне кажется, когда я делал этот мод, я немного обкурился. Ну ладно, как вы можете заметить, этот мод добавляет новый биом, который находится позади меня. Давайте же рассмотрим его. Этот биом называется Магический биом. Как вы можете заметить, он все окрашивает в фиолетовый цвет. Даже когда мы залетаем в этот биом, небо становится розовеньким. В этом биоме мы можем встретить озера с фиолетовой водой, фиолетовые блоки травы и фиолетовую траву. Также, как вы можете заметить, тут есть новые деревья. Давайте же их рассмотрим. Они состоят из вот таких вот магических листьев и магического дерева. Выглядят они вот так. Это магическое дерево мы можем переделать в доски из магического дерева, как вы можете заметить. Из них мы сможем сделать обычные палки, которые можно использовать для крафта любых предметов из Майнкрафта. Также из этих досок мы можем сделать вот такие вот полублоки, вот такие вот ступеньки, а также вот такой вот забор. Для него нам понадобятся самые что ни на есть обычные палки. И получаем забор из магического дерева. Сейчас я вам их покажу, вот полублок, вот ступенька и вот забор. Кстати, если кому-то интересно, то ссылочка на скачивание этого мода, который я сделала сам, есть в описании под видео. Ну а мы продолжаем наш обзор. Ночью, кстати, в этом биоме спавнятся пещерные пауки, не знаю, что с этим пауком, наверное, он обкурился этим цветком. И также у нас спавнятся хаски, не знаю, найду ли я их, вот они, да, вот, хаски и пещерные пауки. Также могут заспавниться летучие мыши, но они спавнятся довольно редко. Ну и как вы могли уже заметить, здесь есть вот такая вот необычная трава, которая, кстати, еще и светится, но у меня сейчас стоит гамма 1000, поэтому вы этого не видите. Вот, я отключил гамму, и как вы можете заметить, эти травинки светятся таким фиолетовым цветом. Ну что ж, давайте возьмем эту травинку, и это магическая трава, как вы можете заметить. И вы, наверное, подумаете, мистер Молни, ты что, обкурился? Какая к черту магическая трава? Подождите, сейчас я вам все объясню. Так, я поставил день, чтобы наш обзор выглядел более ярким. Итак, чтобы сделать из этой магической травы что-то нормальное, нам понадобится дубовая доска и палка. Ой, извините, перепутал крафт вот так. И мы получаем толкушку вот такую вот. И теперь мы можем положить вот эту вот магическую траву и, так сказать, раздолбать ее с помощью толкушки. И мы получим вот такой вот магический сок. Теперь мы можем взять сок, соединить его с алмазом, и получим магический сок и алмаз, как бы это странно ни звучало. И вы, наверное, думаете, что это за фигня, зачем мне эта бурда, что ты вообще придумал? Но если мы возьмем этот магический сок и алмаз и пожарим их, кстати, они жарятся довольно долго, то мы получим вот такой вот магический кристалл, как вы можете заметить, фиолетового цвета, как и все предметы в этом моде. Теперь уже из этих магических кристаллов мы можем сделать любой инструмент и броню. Сейчас я вам это покажу. Берем пять магических кристаллов, получаем шлем, ну, в общем, это обычные крафты Майнкрафта стандартного. То есть вот так у нас получится грудак, вот так у нас получатся штаны, и вот так у нас получатся ботинки. Вот такая вот магическая броня. Также мы можем сделать магические инструменты. Меч, кирку, топор, лопату и, конечно же, мотыгу. Эти броня-инструменты практически в два раза круче алмазных. Вот, я могу вам показать алмазный шлем твердость брони 2 и броня 3, а у этой твердость брони 2 и броня 6, то есть в два раза больше. Также у грудака, у штанов и, конечно же, у ботинок. А магический меч даже более чем в два раза мощнее алмазного. У всех инструментов просто больше урон, а также быстрее скорость копания. Единственное, что вообще не отличается, это мотыга. Они отличаются только количеством использований. Вот так вот я выгляжу с этим магическим мечом и магической броней. Ну что ж, давайте затестим все эти инструменты. Итак, первым в дело пойдет лопата. Как вы можете заметить, она копает довольно быстро. В принципе, ее скорость в два раза быстрее алмазной. То есть вы, наверное, удивитесь, но эта лопата быстрее даже, чем золотые инструменты. Если кто-то не знал, то золотые инструменты это самые быстро копающие инструменты. Сколько раз я сказал инструменты. Ну что ж, докопаемся до камня. Вот он камень. И давайте теперь затестим кирку. Как вы можете заметить, она тоже очень быстро копает. Прямо вот так вот. Ладно, давайте выберемся из этой ямы и затестируем топор. Ну-ка. Вот, довольно быстро рубит, как вы можете заметить. Мне жалко дерево, поэтому я починю его обратно. Вот так. Кстати, эта магическая трава добывается просто рукой, ножницы не нужны. Ну а мотыга вообще ничем не отличается от любой мотыги в Майнкрафте, кроме использования, как вы можете заметить. Ну ладно, как вы можете заметить, этот мод добыва... Ну ладно, как вы можете заметить, этот мод добывает... Добывает, да почему добывает? Даже когда мы в него залетаем, то меняется цвет неба, он становится голубой. Я что-то льтуник? Но если вы мазил... Эти броня-инструменты практически в два раза больше. Ой. Алмазный меч даже... Ой. Вот такой вот я сделал мод, если что, ссылочка на его скачивание в описании. Да, я знаю, что этот мод довольно маленький, но зато он имеет хоть какой-то смысл, чем два моих предыдущих моды. Если кто-то, кстати, не видел те видео, то обязательно их смотрите, подсказочка в правом верхнем углу прямо сейчас. Ну а если вам понравился этот видос или мод, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, звякайте в колокольчик. Ну а с вами был я, мистер Молния, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok